После этого сообщения Александра Левченко, наша съемочная группа отправилась к новому заму, с традиционным в таких случаях набором вопросов. Родилась в Харциске, выросла, закончила школу, закончила Славянский государственный университет, два факультета психологии и экономики. Большую школу получила в профессиональном смысле на Харцисском трубном заводе, отдала ему 15 лет. И огромный опыт. Не так давно занимала должность заместителя начальника Республиканской налоговой инспекции в городе Харциске. В школе Виктория училась в основном на пятерке. Во взрослой жизни наставники отметок уже не выставляют, но привычка выполнять свою работу на отлично осталась. С чем придется столкнуться на новой должности, Виктория Заливадная, в общем-то, хорошо представляет. Круг обязанностей и перспективы, и творческие планы, конечно, уже вырисовываются. Хотелось бы привлечь наш бизнес города и малый, и промышленность, и все то наличие предприятий, которые мы имеем, к совместному налаживанию и экономическому росту города. Я считаю, что совместными усилиями, создав такую площадку, на которой можно будет рассматривать и проблемные вопросы, и участвовать в жизни и в социально-экономическом росте города, совместными усилиями можно будет создать процветающий город и вложить огромную лепту процветания вновь созданной нами Республики. Сегодня новый зам, знакомиться с коллективом, обозначает круг первостепенных задач. Виктория Заливадная понимает, что строить экономику в нынешних условиях – дело, мягко говоря, непростое, но в будущее Харциско смотрит с оптимизмом. Политическая ситуация так нас выбивает еще из калии, но я думаю, что все вопросы решаемые. Стоят градообразующие предприятия нашего города и наша задача – это рабочие места, и опять-таки какая-то социально-экономическая сторона жизни нашего небольшого города, поэтому будет стоять огромная задача вывести их из этого состояния. Предприниматели сейчас два года, они живут в напряженной ситуации, понятно, все обозлены, у всех куча проблем. Общими усилиями и, наверное, немного времени это займет, мы все-таки сможем достучаться до каждого и повернуться лицом друг к другу и оптимистично шагать дальше. Отсутствие городских бюджетов – мера вынужденная, а в нынешних политико-экономических условиях даже необходимая, убеждена Виктория Заливадная. С наполнением государственной, а позже и местной казны, утверждает новый замглавы городминистрации, экономика Харциска непременно перейдет с чрезвычайных методов управления на рельсы планового развития.